Досрочные парламентские выборы могут пройти в этом году, но их ценой не должны стать человеческие жизни, заявил пятый президент страны. По словам Игоря Дадона, сейчас политические силы в стране должны выступить единым фронтом для борьбы с пандемией. И только после этого могут начать думать о собственных электоральных интересах. Люди идею поддерживают. Уже многим понятно, что без вакцинации пандемия не отступит, а досрочные выборы это и лишняя трата денег, и риск спровоцировать новый всплеск заражений. Так это важно для людей. У меня столько друзей умерло, сколько людей сейчас болеют, очень много. Лучше бы они пока прекратили бороться и лечили людей, а потом бы уже навели порядок. Тот попор требуется вакцинезу, я думаю, что вакцинария. Я с медиками, мама любила тасту, свинка, мы бы ждали, дядя. Почему вы кут вакцина? Люди гибнут. Надо как-то с этим справляться. Были знакомые, которые умерли, переболели много знакомых. Пятый президент считает, что существует несколько сценариев выхода из кризиса, но все они основаны на зрелом диалоге между политическими силами. Или есть диалог, и в результате того, что диалог может быть сделана одна из двух дичизий. Или мы имеем в виду право функционального права, которые, в секунду того, что в период, в 2-3-5 месяц, которые стабилизают ситуацию, в течение COVID-19 и декабряных, переболи могут быть вакцина. Или, если не так, то если это будет решение, то начинают справляться на следующий раз. И, в данный момент, в статье, в октябре-воктембре-воктембре-воктембре, как сейчас, 2-3 месяц, ускорды политики, которые вместе с парламента, ускорды, с другие политики, Игорь Дадон считает, в противном случае разговоры об организации досрочных выборов являются доказательством политического эгоизма. В связи с этим, лидер ПСРМ подчеркнул, что возглавляемая им партия настаивает на создании ответственного и профессионального правительства во главе с Марианой Дурлиштяну, которую поддерживают 54 депутата. Игорь Дадон также поделился мнением и о другом кандидате, председателе ППДП Андрея Анастасия. Тем не менее, председатель ПСРМ отметил, что если Анастасия все же будет выдвинут на пост премьера, ему нужно будет представить программу и команду и обсудить это с парламентскими фракциями. В то же время Игорь Дадон отверг выдвинутые его оппонентами гипотезы, по которым он готовится занять кресло депутата, выдвинув свою кандидатуру по одному из избирательных округов. Игорь Дадон еще раз подчеркнул, что ПСРМ не отказывается от идей досрочных выборов. Но их надо проводить только после того, как пандемия будет взята под контроль и в стране стабилизируется финансовая ситуация.